Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую со святой и великой средой. Это день, когда Церковь вспоминает то, что в преддверии голговских страданий совершилось в Иерусалиме. Когда Господь посетил дом Симона Прокоженного, и там во время трапезы женщина блудной жизни, о которой все знали, что она именно таковая, пришла и неожиданно для всех возлила на Спасителя драгоценное мира. Вот именно этот поступок женщины, которую оправдал Господь, сказав, что где бы ни было проповедано Евангелие, все узнают об этой женщине. Этот именно поступок и подтолкнул Иуду пойти и предать Спасителя. Именно он, Иуда, сказал, зачем такая трата? Ведь можно было бы это драгоценное миро, а миро было действительно драгоценным, продать. Но, понимая, наверное, что на этом ставить точку нельзя в присутствии Спасителя и Апостолов, продолжил лицемерно, а деньги раздать нищим? На что Господь ответил, нищих всегда имейте с собой. И сказал так Иуда не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор, как свидетельствует об этом Евангелие. Почему же именно этот поступок подтолкнул Иуду к предательству? Да потому, что человек сребролюбивый, любящий деньги, не может жить по закону Христову. Сребролюбие и жизнь по Христу несовместимы. Как замечательно сказал об этом святитель Иоанн Златоуст. Любящий деньги не только не способен любить врага, как повелел Господь, но и ближнего своего ненавидит. А что же это за такая таинственная связь между сребролюбием и нелюбовью, и даже ненавистью? А ведь действительно возненавидел в тот момент Иуда всех, и Христа, и апостолов, и женщинам. Не мог больше находиться с ними. Чаша его терпения переполнилась. Его жизнь была несовместима с жизнью Господа и апостола. А еще здесь эта женщина, которая как бельмо в глазу, как немой укор его скрытой страсти, идет и предает Спасителя за деньги. Вот там он себя чувствовал, наверное, спокойно. Там проявлялась вся его натура. Там он делал то, что ему свойственно. «Сколько дадите мне, и я вам придам его». И дали ему 30 сребреников. Почему же сребролюбие, страсть сребролюбия, несовместима с жизнью по Христу? А потому что главной направляющей этой жизни во Христе является движение не к себе, а от себя. Вопреки человеческим инстинктам. А говоря о жизни современной, вопреки всем стереотипам жизни. Вопреки всякой моде на образ жизни и на образ мысли. Жизнь со Христом – это движение от себя. Блаженны давать более, чем те, кто принимает. Это движение от себя и есть смысл жизни во Христе. И сребролюбие, как жизнь для себя, как собирание для себя, несовместимо с жизнью во Христе. А как же бороться с этой страстью? Как преодолевать это желание обладать большим, чтобы больше потреблять? Как заставить себя видеть нужду других людей и с другими разделять свою жизнь? Тот же Иоанн Златоуст замечательно говорит на эту тему. Мы должны относиться к деньгам, как к господа. Господствовать над ними, чтобы они не господствовали над нами. Сребролюбие – это совсем не обладание ценностями. А это стремление таковыми обладать для себя. Если человек обладает материальными благами и ценностями, деньгами, то он должен уметь господствовать над всем этим. И в первую очередь следить за тем, чтобы сердце, сердце не приразилось к богатству. Постоянно задавать себе вопрос, а можешь ли ты расстаться с частью своих средств для того, чтобы помочь спасти умирающего, больного, разделить горе со страждущим. Если в какой-то момент сам себе наедине скажешь «нет, никогда, ни при каких условиях», значит, страсть сребролюбия поработила. Значит, не ты господствуешь над деньгами, а деньги господствуют над тобой. сегодняшний день учит нас тому, что означает быть христианином. Наверное, для того, чтобы купить драгоценное миро, та грешная женщина потратила все, что имела. С какой стати? Наверное, совсем нелегкой была ее жизнь. Почему она это сделала? А потому что она была готова все, что имела, отдать Богу. И, может быть, сердцем своим предчувствуя приближающуюся кончину спасителя, великого учителя, целителя, пророка, того, кто вел за собой народ, кто открывал людям новые перспективы жизни. Она и вожелала все, что имела, отдать Господу. И возлила на него драгоценное миро. Ведь это тоже использование материальных средств. Но то господство над ними, в отличие от Иуды, который был порабощен деньгами и пошел на предательство, и погиб. Нелегко говорить на эту тему в наше время, когда стремление к обогащению предлагается нам как некий идеал жизни. Как нам относиться к этому ложному идеалу? Господь призывает нас трудиться, каждого на своем месте. Один употребляет физические силы, другой умственные, третий духовные, и каждый достоин пропитания. И если в результате нашего труда получаем деньги, это закон жизни, и Христос никогда этого не осуждал. Но, обретая материальные блага, мы никогда не должны порабощать душу свою, оставаясь господами над этими материальными благами, свободными во Христе, способными управлять в том числе и теми ценностями, которые приходят к нам и которые, по Слову Божью, нужно употреблять во благо. И вот тогда ни деньги, ни имущество не отлучат нас от Спасителя. И тогда никогда в сердце нашем не возникнет желания пойти и продать Господа за 30 сребреников, продолжая называть себя христианином. Да поможет нам Господь умудриться тем, что предлагает нам Слово Божье в великую и святую среду. умудриться воспоминаниями о подвиге и жертве блудницы и умудриться примером предателя Иуды. Дабы быть со Христом, дабы Ему подчинять свою волю, быть Его рабом, но не рабом денег и тех ценностей, которые так вожделенны многим, но которые не являются ценностями в глазах Божьих. Аминь. Аминь. Аминь.